Депутаты Краевого Законодательного Собрания Может ли это в борьбе с алкоголизмом? Говорим сегодня с депутатом Краевого Законодательного Собрания, одним из разработчиков закона и председателем Комитета по экономической политике АКЗС Альбертом Лунёвым. Альберт Анатольевич, здравствуйте. Зачем вопрос возникает продлять? Боремся с алкоголизмом, но увеличиваем время продажи алкоголя. Можно. Почему? Для чего это делается? Основной момент, из-за чего все это началось, это в 2017 году у нас забрали полномочия в регионах регулировать рынок продажи алкоголя в общепите. Забрали федеральный центр? Да, в связи с динамикой федерального законодательства у нас исчезло право регулировать этот рынок. Если мы говорим о розничной продаже алкоголя, мы можем регулировать время, место продажи алкоголя, то по продаже алкогольной продукции в точках общественного питания мы никакого воздействия не имеем на эти предприятия. То есть в псевдобаре непонятно, что продают? Мы не имеем права? Вот, к сожалению, вот эта вседозволенность, его может контролировать сегодня либо Роспотребнадзор при угрозе жизни населения, либо при нарушении общественного питания органы полиции. Если предприятие торгует крепким алкоголем, оно получает лицензию, тогда его может контролировать управление по предпринимательству рыночной инфраструктуры Алтайского края. А обычная пивная точка, которая просто торгует пивом, это обычный предприниматель, он решил открыть точку продажи пива и может торговать сколько угодно и как угодно. При этом открытие этой точки носит чисто уведомительный характер. То есть неважно, что продаешь, главное поставить в известность власти, что я открыл, да? Да, да. Ну теоретически, наверное, если он будет торговать какой-нибудь отравой, если кто-то отравится, тогда, конечно, подключатся все. Но если это происходит потихоньку, как говорится, люди травятся понемножку, никто этого не замечает. И, к сожалению, мы видим эти примеры, что торгуется, если мы в магазине покупаем, на бутылке написано пивной напиток, то в псевдобарах нигде, вот кто-нибудь хоть раз встречал, чтобы было написано в псевдобаре пивной напиток. Счастью не приходится находить. Там только пиво написано. Нет потребностей. Счастью туда не хожу. Но еще раз говорю, там зачастую продается не пиво, а именно вот, извините, бурдамаг. Хорошо, а в магазинах не бурдамага ведь тоже бывают случаи отравления. В магазине мы имеем ЕГИС. В магазине мы четко понимаем, там есть ответственные, круг ответственных лиц в магазине, там совершенно другой контроль. И именно поэтому сегодня и возник этот вопрос, чтобы создать конкуренцию. Ведь есть люди, которые, наверное, и чуть-чуть по-другому относятся к своему здоровью. И, в принципе, им хотят все-таки дома посидеть, наверное, они зайдут в магазин и купят гарантированную продукцию. С гарантированным качеством. И не нужно для этого заходить вот в такие, так называемые, псевдобары в пенушки. А боремся там и получается не с алкоголизмом, а с псевдобарами, да? Очень много спортивных заведений сейчас открывается. Совершенно другому молодежь сегодня мыслит. Поэтому давайте вот понимать, борьба идет, она немножко по-другому. Психологические люди по-другому сегодня настроены. Но вот что есть, то есть сегодня. И мы считаем, что надо с этими псевдобарами бороться. И мы хотим, поэтому мы хотим выйти с законодательной инициативой, чтобы нам вернули полномочия, чтобы мы могли регулировать этот рынок псевдобаров. Сегодня мы совместно с инициативой по увеличению времени продажи в точках именно не общественного питания, а в розничной торговле, мы планируем уменьшить квадратные метры, площадь таких заведений, которые могут торговать. То есть в городе это 50 квадратных метров минимальная площадь, а на селе это 25-30 квадратных метров минимальная площадь. Чтобы у нас, когда мы ограничим возможность торговать именно общественным питанием вот в этих пивнушках, чтобы люди не переключились и не стали маленькими магазинчиками. И также на вынос пива не стали торговать пивом. Альберт Анатольевич, а делали какой-то, я не знаю, анализ программам максимум? Вот вы говорите, мы сейчас увеличим время до продажи до 23-х. С чем бороться? Вы как-то просчитывали? К чему это может привести и через какой период? На что рассчитываете? Давайте так, до 2017 года, когда мы ввели ограничения в соответствии с ГОСТом, то есть там 6 столов должно было стоять, не менее 24 посадочных мест, зал должен быть несовместный с торговым залом, отдельный зал должен был быть для употребления в предприятиях общественного питания. Однозначно снизились сигналы у нас, депутаты серьезно контролировали этот процесс, меньше стало сигналов от жителей, что им мешают эти предприятия. Мы запретили выход во двор делать в жилых домах, ну то есть ввели определенные ограничения. И обращений стало меньше. Сегодня наблюдается опять рост, то есть опять, будем говорить, собственники таких заведений, они, ну, принебежительно стали относиться к жильцам домов, которые мы живем. А может быть, контролирующие органы стали не так чисто выполнять свою работу? Да нет, здесь скорее все-таки это, когда есть закон, предприниматели, давайте так, все-таки его пытаются соблюдать. А контролирующие органы я уже назвал какие, здесь ничего не поменялось. И, я скажу так, некоторые федеральные органы, они не очень спешат контролировать наши законы, которые принимаются на региональном уровне. Поэтому здесь немножко другой фактор играет свою роль, конечно. Вот повлиять на точки общепита, пишется в вашем законе, да, и выйти с инициативой о передаче полномочий в этой области региону. Что конкретно предлагается? Вот региону какие бы полномочия вы хотели, чтобы перешли от федерального центра? Ну, практически те же самые. Мы это формулировали уже, они у нас, еще раз повторюсь, были до 2017 года, эти полномочия. И по абсолютной аналогии, также с розницей, мы предлагаем, чтобы мы могли менять и время, и место контролировать торговлей. В каждом регионе свои конфессии, свои устои. И каждый регион, понятно, что в соответствии с какими-то вот мировоззрениями, есть национальные какие-то вещи. И будет, например, в Ингушетии вообще нет магазинов. Сегодня там в Грозном, по-моему, два магазина всего есть торговли спиртным. Вы превосхитили мой риторический вопрос, а может быть вообще все запретить, как мы уже проходили в истории, сухой закон? Как вы к этому относитесь, как общественник, как мужчина, как отец? Здесь, ну, совсем запретить алкоголь, конечно, невозможно для русского человека. Это неправильно. Когда вы намерены выйти с инициативой и когда будет вообще обсуждение? Мы в совет законодателей отправим документ сначала, получим от него заключение. Это порядка 30-40 дней. Это именно мы говорим о законодательной инициативе, которая на федеральном уровне. То есть, ну, должны вот вроде бы тоже к майской сессии успеть. Ну, и также мыслим вот и на майскую сессию вынести, еще провести консультации, уточнить некоторые детали, выйти с предложением об увеличении времени. Мы проводили совещание, много представителей общественности и муниципалитетов присутствовало на этом совещании. Основная масса присутствующих высказалась за продление времени продажи в рознице алкоголя. Но есть и мнение, например, Роспотребнадзора, мнение полиции. Ну, так, на всякий случай они не хотят этого. Мнение полиции понятно, потому что лето, потому что до 11, гигей, гуляй, душа, все открыто наливай, да? Ну, есть еще предложения, не знаю, не обсуждаются, ограничить, ну, определенные праздничные дни, возможно запретить продажу законодательную. Ну, здесь как-то, здесь поддержка слабая, потому что это иногда носит немножко формальный характер. Продолжение следует...